Всем привет! Продолжаем путешествовать по Васильевскому острову. А на Васильевском острове я живу, поэтому мне самому это все интересно. Я хочу вам тоже кое-что рассказать. Итак, первая линия, дом 4. Архитектор, 1720-е годы, Жан-Батист Леблон. В 1722-1727 году, господин Дрезини Доминика. Особняк купца, фамилию купца был Корпус. Архитектор Вендерамини и архитектор Шреттер, который как раз надстраивал и перестраивал дом. Итак, первое двухэтажное каменное здание было выстроено по проекту «Дома для именитых» для директора отстроения городовых дел Ульяна Акимовича Синявина, который был очень близко знаком с Доминика Трезини. И Ульян Акимович Синявин был директором канцелярии отстроения. У него тоже такая была сложная судьба. Занимался чем многим, был обвинен по поводу издержек казенных материалов. Посадили, после этого отпустили. Хотели с него снять долг, 1200 рублей. В то время это было огромное деньги. Он обратился к спрошению к Петру Второму с жалобой. Долг ему был прощен. После работы он заболел, отошел в отдел. В общем, сложная судьба у строителей. Итак, это то, что касается Синяина. В 1935 году это жилой дом Академии Наук. Жили сотрудники Академии Наук, которые арендовали это здание. И здесь был академик Дейтман. К сожалению, я не нашел никаких данных по Дейтману. Видимо, плохо искал. В 1740-е годы жилой дом перешел к коллеге иностранных дел. В то время руководил господин Черкасский Алексей Михайлович. И в 1742-е годы уже руководил Бестужев Рюмин. Так вот, сюда они поселили дипломатов из азиатских стран. В 1757 году здание было передано сухопутному шляхетному корпусу. Указ о создании этого корпуса был подписан в 1731 году. Здесь изучали немецкий, французский, латинский и очень много языков. Одновременно готовили и гражданских чиновников. Офицеры, которые выходили из этого корпуса, были хорошие военные. Играли комедии, писали стихи. Знали все то, что должен знать офицер. В 1767 год жилой дом опять передали Академии, только уже Академии художеств. И, естественно, Академия художеств поселила здесь своих воспитанников. В 1771 году дом перешел к лекарю кадетского корпуса Воронову. Серьезный был человек. Знаменитый был человек. И, в общем-то, знаменитый очень. Потому что он придумал настойку Ерофеевича. Ерофеевич пили, когда холодно. Ну, говорят, что это водка на луговых травах с хреном и так далее. И существует такое поверье, что когда за него граф Алексей Орлов, который был фаворитом Екатерины Второй, ну, ничего ему не помогало. Тут нашли лекарь-самоучку, который лечил-лечил графа, а потом решил попробовать убийственный наш метод. Это просто дал ему выпить Ерофеевича. Естественно, граф Орлов выпил этого Ерофеевича на ночь глядя, попарился и с утра был как огурец. Этот лекарь жил в этом доме. Серьезная вообще заявка, да, на дом? Лекарь, который изобрел знаменитого настойки Ерофеевича. Я, кстати, где-то 80-е годы, не 80-е годы, наверное, в 1995 году пробовал Ерофеевич, который у нас выпускали. Серьезное дело, горело, помню. А в 1842 году это был особняк Чичерина. Кто такой Чичерин? Это полковник лей-гвардии конного полка Петра Александровича. В 1809 году Чичерин женился на княжне Александра Алексеевне Куракиной, которая, кстати, по мнению современника, была гордой кокеткой. Витридницей. Чичерин увез ее от первого мужа Николая Сергеевича Салтыкова, не получив развода, что вообще было помпой в то время, конечно. В 1879 году особняк у господина Г.А. Корпуса. Вот такая фамилия была. Здесь он перестраивался немного архитектором-шретером. Начало 19 века. Квартира принадлежит Александру Александровичу Бруни, архитектору. Известный архитектор. Кстати, его дочь, выйдя замуж за архитектора, профессора Академии художеств и хранителя Эрмитажа, Бориса Константиновича Веселовского, жила быть тоже в этом доме. В начале 20 века здесь размещался знаменитый винный погреб торгового дома Шипт. В интернете даже есть некие фотографии этих бутылок. Он основан был в 1818 году купцом Корнелиусом Отто Шиптом, который занимался винной торговлей, продажей французских вин лучшего качества. То есть, вот, оказывается, был маленький винный пак Горибок. В 2008 году, в наше время, здание было отреставрировано в рамках программы «Фасады Петербурга». Вот так вот. Всем пока, всем привет, до свидания.